Доброе утро! Встали и быстро начинаем одеваться. Одеваемся и быстро убегаем. Время ограничено. Нам нужно сегодня по минимуму обследовать город Ож. С вами вышли на улицу. Вот так выглядит вход в хостел. Вот его и название, в принципе. Конок хостел. Таня, всем привет! Привет, Сан. Таня опять недовольна, я ей спать не знал. Всегда недовольна, когда ей спать не даешь. Но она поздно легла спать, потому что загружала все видео. А я спал. Да, Таня? Коптер зачем звать? Я же искал его не брать. Все, над пловом его не спускать. Все, мы идем по жаре. Время полдвенадцатого. Надеюсь, мы попадем на Ожский Ож. Третья кафешка, куда мы зашли. Нигде нету плова, Оша. В Оше не найти Оша. Нашли. В том кафешке, которая позади нас, нам сказали только килограмм минимума на заказ. Мы тогда полкило четвером не смогли съесть, а тут килограмм. Ну, смысл вам? Заказал одну порцию, 0,7. Он сказал это на одного человека. Татьяна Сергеевна, нынче только кофе с шоколадкой, поэтому придется Ож мне есть. Я заказал себе шокороб и воды холодной. И по просьбе одного подписчика, только вспомнил, одну мантушку надо попробовать с картофелем. Я не знаю, как они называются здесь у вас. Не знаю почему, я себя чувствую очень комфортно в этом городе. Какое-то все такое расслабленное, вот честно скажу, без всяких там приукрашений. Вот так вот, прям спокойно идешь по городу. Хочется снимать и снимать, да, реально спокойствие и спокойствие. Несмотря на все. Сидели мы, сидели, пока ждали заказ. И Таня мне говорит, Денис, почему мы просто так сидим здесь? Давай идем куда-нибудь. Я говорю, давай, Тань, есть место одно здесь, недалеко от того места, где мы сидели, где находится уголь. И мы решили подсесть поближе к углевым. Уже пятый раз хочу сыскать. С углевым веселее. Ничто так не освежает, как холодная банаква. Копа. Сахар. Все приносится по отдельности. Мне кажется, я бы на его месте за раз ее принес. Уже третий раз он несется. Вода до такой степени холодная. Я вам сейчас передам это чувство. Это когда ты включаешь кондиционер большой, стоячий, на 16. Из жары заходишь и пытаешься вдохнуть с кондиционера, и у тебя очень тяжело. Вот тут такое же ощущение, когда ты пьешь в жару вот такую холодную воду. Прелестно. Бунаков газированная, искусственно минерализованная, питьевая, столовая, столько слов. Столько прилагательных. Шесть прилагательных, одно существительное. Вот так вот. Маркетинговый ход. Так, ну, вот такая вариация плова. Что я могу сразу сказать? Что рис добзира, узгенский какой-то, рис козера. Здесь подается капуста в салате. Салат весна, скорее всего. Яйцо, два огурца, помидор. Но это шокароп. Я заказал отдельно. Мясо скромно, но есть. Вы помните, да, что с мясом надо есть. Я тебе советую, Тань, поесть. Знаешь, почему? Он и не жирный, и не постный. И с салатом вообще прям заходит на уран. Вкусно, вкусно. Я вам сейчас опишу это чувство. Ну, вы, в принципе, сейчас опять скажете, ты вообще не жуешь. Это тот рис, который не хочется. Это тот плов, вернее, который не хочется жевать. Он прям легко заходит, реально. Он легкий. Он реально легкий, почему-то, мне кажется. Если в намангане он был такой, там пус-думба, все-все-все-все, такой плот и насыщенный, а этот прям легкий. Беру ложку. Беру вторую. И он просто тает во рту. Вкусно. Советую попробовать ошский ош. Это как масло масляное, ошский ош. Не, реально вкусно. Пробует Таня. Даже она повелась на мою, на мою критику плова. Не, прям бери с мясом, кусочек мяса и сразу шокороб, Тань. Шокороб, шокороб, обязательно. Именно шокороб раскроет вкус плова. И будет приятное послевкусие. Ну, сразу, Тань. Вкусно? Такой легкий, да, вообще? Его прям даже не хочется ни на лепешки, ничего. Реально. И даже про мясо забываешь. Оказывается, не только в Узбекистане поливают асфальт. В оше тоже. Остатки сладкие. Я заметил такую вещь, где не ожидаешь, всегда тебя постоянно что-то удивляет. Здесь я не ожидал, да, что он вкусный год. Ты как школьник сейчас сидишь. Да? Как за партой. Да. Это ошская любовь. Все, сейчас доедаем и двигаемся в сторону рынка вашего. Базара или... Бозор. Бозор. Принесли нам чек. Флов Узгенский 0,7, 100 рублей. Кофе черный 30, шакараб 50, банакова 50, чизкейк 90. Итого 320 рублей. Счет на русском. Гостей двое официанта. Звали Тунук. Таня, вот Тунук зовут. Все. Ну, недорого, в принципе. Демократично. Ну да, кому интересно, вот так называется кафешка. Поймем здесь вниз-то. Отведали в Оше Оша. Здесь тоже какой-то канал течет с холодной водой, видно. Мне чем-то напоминает город Вольск в Саратовской области. Ну, он более такой, наверное, большой. Ош, наверное, по-цивильнее, конечно, чем Вольск. Какое-то красное здание. Школа или что это такое? Лицей. Пожарка. Нет, пожарка. Точно не пожарка. Идем сейчас вниз. Сказали, где-то внизу находится этот рынок. Большущий. Ну, его, наверное, скорее всего, проезжали мы. Видите, какая вывеска? То есть она вас ориентирует, в принципе. Базар прямо, 850 метров. Ну, естественно, как же пройти мимо Айлов Ош. А еще меня очень сильно удивило то, что через перевел 15 часов придется ехать. Все, наверное, Ошцы здесь фотографируются. Такой небольшой скверчик. Маленький-маленький сквер. Вот какие-то лица, выбитые из камня, посвященные кому-то. Скоро все так будут ездить. Так, выходим из этого сквера и идем на базар. Куда-то идем, идем, идем. Еще один какой-то парк. Кувшин. И... Памятник кому-то на коне. Сейчас мы посмотрим, кому именно. Точно историю не знаю. Сейчас. Кто это? Кур Манджан. Датка. Памятник бронзовый. Однозначно. Извините за мои познания. Ну, чтобы попасть на базар, нужно уйти под мостик. С левой стороны от меня висит большая вывеска Ош-базары. Мне сразу... Я забыл, что я нахожусь в городе Ош. И сразу почему-то половный базар показалось. Мы с вами попали на базар. А как это называют шапочки? Колпак. Просто колпак? Национальные шапки колпак называются. Можно... А это вот эта женская одежда? Да, да. Это что, женская вот эта? Да. Это мужской. А, мужской? А как он правильно называется? Тон. Тон? И его в жару носят? Или когда прохлад? Нет, просто одевают для знаток людей, которые... Для чего-чего? Для знаток людей. Ну, бывают же такие мероприятия, да? А, все, понял. Показательные. Спасибо. Я вообще не понимаю, как в такую жару такие одежды носят. Самое интересное, тут еще эхо отдается неплохо. Так, по-моему, этому базару конца края нет по длине. Вперед вижу километр отсюда. И просвета еще даже не видно. Ходили по рынку, по вещевому. И опять зашли в кафешку. Попробовать овшескую самсу с картошкой и с мясом. Кафешка находится при рынке. Таня, ты будешь есть что-нибудь? Нет. Значит, буду есть я. У тебя желудок большой ешь. У меня маленький желудок, я худею. Это одна с картошкой, одна с мясом, да? Этот с мясом. Этот с мясом, этот с картофелью. Да, этот с картошкой. Все, спасибо. А, уксусом ее поливаю, да? Да. А есть чай не будешь? Нет, чай не буду. А есть вода газированная, сильно газированная, холодная, минеральная? Минеральная, да? Да, просто с газом холодная. Блин, у меня просто желудок полный, реально. Пока, все. В каждом регионе еда отличается друг от друга. То есть здесь другой вкус. Тоже вкусно, но вкус другой. Я думаю, что сам маринад мяса или с чем его мешают. Я скоро лопну. Следующее блюдо. Самца с картофелем. Чуть-чуть картофелем не пахнет. Отмельчись с картофелем, это прикольно. Нет, вкус реально. Картошка с мясом. Смотрите, картошку мелко нарезали, она даже не разваливается. То есть она остается, как вот ее нарезали. Мелкими перьями. Если вы думаете, что это все съем, то вы ошибаетесь. Я ради вас пробую. Я сейчас это на самом деле уберу, все испрячу. Доели? Пойдемте по продуктам. Чесночные ряды, перчичные ряды. Цены вообще недорогие, между прочим. Даже не знаю, откуда начать. Пойдем отсюда. Чеснок-мутант. По полкило, наверное, чеснок. А как это называется, эта штука? Джанду. Джанду. Вот в Индии было там такое. Фасоль? Фасоль, да. Спасибо. Так, вот здесь картофельные ряды. Картофель мы не пойдем, наверное, да? Или пойдем? Нет, не пойдем. Морковь здесь желтая, морковь здесь красная. Так. Как же нам попасть во фруктовые ряды? Помидор такой же, огурец такой же. Помидор, он копейки стоит очень. 15 рублей килограмм. Так. Травы. Фасоли, перцы, 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 перцы. Баклажаны здесь любят, наверное, в городе. Так, здесь все то же самое. Персики. Вчера мы вам показывали их. Так, нам надо найти, где все остальное продается. Мы, наверное, не туда свернули. Вышли откуда-то, с середины рынка. Ищем продуктовые ряды. А по пути какой-то канал. Такой мутноватенький, но, видно, прохладненький. А там что, шубу, что ли? Там чья-то шуба плавает. Так, нам сказали выйти и направо. Выходим и направо. Между прочим, как я уже подчеркивал ранее, везде реклама продажи интернета. 10 гигабайт, это 45 сум. То есть, это вообще копейки, в принципе. Вот. Давай сюда зайдем. Ряды с сухофруктами. Здрасте. В принципе. Сколько стоит фисташки врать? 800. Дороже, чем в Таджикистане. В принципе, все то же самое. Так, здесь. Все идентично. Все азиатские рынки, они похожи. То есть, все похоже. Так. Куда нам за нырнуть дальше-то? Ну, я думаю, что надо перейти дорогу. Я вон там вижу мясо. Мясные ряды. Главное, чтобы камера там не хлопнула никто. Ну, я думаю, такого здесь не будет. Мясо. Мясо. Банки. Еще мясо. Мясо. Банки. Еще мясо. Яйца. А как этот сорт называется? Это второй сорт. Вот это первый сорт. Это не крашеный? Это настоящий рис? Это не крашеный. Вот это не крашеный. А этот крашеный, да? А для чего красят? Для чего? Чтобы красиво было. Чтобы красиво было. А сколько стоит такой рис в килограмм? Сто сумм, да? Сом. Здрасте. Это ошские лепешки так, да? А с чем они там? Лук, я смотрю. Пес. Пес, лук. Двадцать сумм, одна штука. А это очетка. А, очетка. А это сколько стоит? Двадцать сумм. Тоже двадцать сумм, да? Спасибо. То есть, видите, они в лепешки добавляют лук. Он же пьес. Так, дальше. Ну, меня тут как на безумие все, наверное, смотрят. Козин комментирует продукт. Здесь все то же самое. Давайте еще рис посмотрим. А сгонку руч. Жаль, а это не крашеный рис? Это сгонский рис. Не крашеный? Красный. Ну, он красный, да? Это родной его цвет. Красный, родной. Самый дорогой считается, да, рис? Да. Сгунский рис. Так, ну туда мы не пойдем, наверное, Тань. Все, пойдем на выход. Обычный базар. Бозор, базар. Так, а мы откуда зашли-то? А я оттуда? Что-то я хотел подвести какой-то итог. Рынок идентичный. Все то же самое есть. Просто в ряды не стали идти, потому что там темно. Вам плохо будет видно. Рис узгенческий или узгенский, как его правильно называют. Мне понравился. Он реально вкусный. Так, здесь что у нас? Здесь все то же самое. Блин, что-то хотел сказать, забыл. Давайте, пока я вспоминаю, смотрите на канал. Мне, похоже, уже пора глюкозу пить. Проблемы с памятью. О-о-о, так-так. А! Лепешки, в принципе, похожи на все другие. Тонких лепешек я не увидел. Обычные лепешки. А некоторые с добавлением лука. А еще по всему городу, ну не прям по всему, вот возле рынка, вернее, стоят какие-то ящички, ну и там что-то говорится. Я так понимаю, по местному это какое-то прошение денег. Вот. Типа таких. Кто знает, что это такое? Я так понимаю, что скорее всего там запись, и она объясняет, для чего нужны деньги. Но это лично мое мнение. Также есть цыгане, которые сидят, просят деньги. Не без этого. И так же очень жарко. Тань, а мы разве не говорили этим подписчикам, что я киргиз? Нет. Нет? Мы вам не говорили, оказывается. Тогда вот так сделай. Вот так. Тогда узкий. Ну да, у киргизных разрез. Разрез глаз узковатый. Ну вот так сделай, у тебя рука. Так. Вот она шапочка. Хочу ощутить эффект температурного режима на себе. То есть действительно ли она что-то хранит в этом пространстве. Но есть синтетические, они по 100 рублей. А уже с хлопка они там по 300, по 250, разный. Ну, жарковато. Хотели... Ты не боишься, чтобы там сейчас шафт снимешь, там вода взяты течет? Вода? Да. Главное, чтобы там это... Подбора не было. Вода пусть течет. Так, на гору пойдем вечером. Как вы думаете, в какой скворечник залетел скворец? По-моему, у меня от этой шапки начинает мозг кипеть. Слышь, ее, наверное, когда снимаешь, получаешь контраст на этот... Не, я реально, я прям потеть что-то стал. Так, кто у нас там? Ну-ка, пойдем, подойдем, Таня. Какой-то музыкант, наверное. Ожцы. Кто это? Даже спросить не около. Оксфорд Академия. Что это такое? Облстук Китепкана. А, Ожская областная библиотека. Ну да, это, наверное, писатель какой-то. Сейчас посмотрим, кто это. Так. Сатылганов Т. Скорее всего, писатель. Ожский писатель. Забыл вам сказать, что в 2000 году Ожу было официально признано около 3000 лет. По-моему, 5 ноября, что ли, день города отмечается. Ож, это название произошло не от слова плов, оказывается. Хотя я сначала думал плов, потому что, ну, в комментариях вы часто пишите, попробуй плов, плов. Я уже думал, тут действительно все помешаны на плове. Но название имеет другое историческое происхождение. Этих происхождений несколько. Вон та самая священная гора, но о ней чуть позже. Вот те самые юрты, где в знойный летний день можно покушать, попить, поспать, полежать. Что-то я не понял, чинор толстый ствол, а макушки нет. Похоже, ее срезали. Точно ее срезали. А зря. Сейчас бы такая тень была от него. Так, что еще здесь интересного? Что еще интересного? По поводу города. Все как-то непринужденно, спокойно, без какой-то такой энергетики ненужной. Аура такая хорошая в городе. Чувствую. То есть, комфортно, просто комфортно. Буду молча идти. Любуйтесь местными красотами. Станя, прям, воды купим, питьевой сразу. Вот в этом магазине мы берем воду постоянно. И холодную, и не холодную. Здесь все есть. Так, какую взять-то? Таня, вон тут доставали легенд. Вроде вкусная. Вон та легенда. Вроде вкусная вода. Нет, вон, дальше. Полторашка дальше сует. Ну да, да. Холодная? Да. Вот, холодная. Класс. Еще что-то берем. Значит, смысл брать, маленькая? А я не помню. Я не помню. Маленькая 20, а эта сколько толстая? 25. Не помню, конечно, бери, пошли. Какая-то дорогая вода. Ладно, что, все? На кассу? Все, на кассу. Сколько? 27. А маленькая 25. Прикольно. А еще, смотрите, сигареты в Киргизии дешевле, чем в России. Почти в два раза. Так что, приезжайте в Киргизию с сигаретами. Поздравляйте? Пам, ну да, перенес. Сколько тебе? Все, сдачи нам. Все, сдачи нам. Так что, любители табака, вам в Киргизию. Спасибо. Спасибо.